Здравствуйте, Арсений Селезнёв-Зиробой. Я хочу презентовать таблицу бухгалтерского учёта для сельского хозяйства. В данном случае это Куры, которую сделал Артём, помог разработать. Каждый её сможет потом скачать себе и переделать под собственные нужды. Здесь, значит, учёт, покупка, закупка корма, продажи петухов, яиц, яйца несут, количество петухов, количество кур, цыплят, цена тушка в соответствии к курам, продано яиц, инкубация, сколько заложено было на инкубацию, отобрано каждый день, сколько съедено собственными усилиями. И какое количество петухов пошло на собственное мясо, петухов пошло на собственные нужды. На еду нам. Корм это для животных. Затем отношение яйцо-курица. Здесь, ну, мы так приблизительно посчитали, где-то такую формулу высчитали. Да нет, это не приблизительно, это очень точно. Я сейчас подскажу, это получается, сколько в сутки несёт курица одна. То есть, понятно, что не все курицы несутся, но если это число приблизительно на 44 курица, то будет понятно, вот сколько в день несут. А рядом таблица, это уже полмесяца. То есть, среднестатистически, сколько одна курица несёт яиц. Ну, вот самое большое число. Пол яйца в день. Да, пол яйца в день на кур. А в месяц каждая курица несёт по 11. Дальше идёт таблица, она идёт параллельно. Это по месяцам. Левая часть идёт по дням, а правая по месяцам. Таким образом, это некоторые суммируются, складываются. Некоторые просто по факту, вот как здесь 43 курицы у нас получилось в конце месяца. Это просто фактическое количество на конец месяца. Цыплят тоже. Вначале было больше, меньше вернее цыплят, а потом стало их больше, и фактически их получилось 53 на конец месяца. Здесь идут расчёты на тушку. Такую вот формулу мы применили. Можете себе копировать, как я ещё раз повторю, эту таблицу просматривать. И не спрашивать меня, сколько кур снесли, сколько петухов осталось и так далее. Всё будет ясно по этой таблице. Особо скрывать тут нечего. И всё можно будет смотреть онлайн. Каждый день меняется вечером. Каждый день вы сможете увидеть вечером. Я заполняю до конца. Сегодня пришёл, прошёлся, посмотрел, всё ли нормально. Вот получил деньги за яйца. Здесь все ли живые, здоровые. И занёс в таблицу те данные, которые мне стали доступны на этот момент. Вечером я соберу яйца. И уже тут будет дополнительный, я не знаю, там видно или нет, мышку. Там, где яйца, я допишу яйца. И там, где съедено яиц количество в день, я тоже допишу. Просто написал утреннее количество. Бывало, что у нас расходы даже большие получались в день по количеству яиц. И после этого стало удобно. Значит так, графики. Самое удобное в этих таблицах, в бухгалтерском вот этом учёте собственного хозяйства, это то, что вы будете видеть график. Ну вот, возьмём, допустим, график. Жёлтая это у нас цыплята. Они обозначены пятиугольником. Вот оно высветило количество пятиугольников. И как они прибавлялись. Перед выводком у нас произошёл падёж. Так что на одну тушку стало меньше. На одного цыплёнка. Так, 44 это у меня количество кур. Вот уменьшилось. Тоже неприятно. Это проданы яиц. Вот тут ещё подсвечивается, в какой день, что конкретно всё произошло. То есть, вы себя можете, когда скопируете, заполните таблицы. И у вас тоже будет график показывать такие, ну вот, ваши данные. Таким образом, вот количество петухов. Тут два. От двух избавились. Тут у нас один. Видно, когда это происходило. И как плавно снижается график. Приблизительно равномерно. Вот это было там, где по 8 было очень долго. А затем вдруг бац, 7,6 тоже произошло быстро. Вот, петух продан по одному. Вот отбывало. И там ещё яйцо-курица отношение. Но это доли меньше, чем единица. Поэтому оно получается заниженное. Но всё видно. И вот, когда я выкладывал яйца на инкубацию, а потом от них отнимал. Если вы пишете минус на тот день, то таким образом у вас получается, оно действительно пишет минус. Оно отнимает от общего количества. И в график заносит, что видно, что вы действительно отнимали. Можно, конечно, вывести это всё в ноль. Тут добавить. Но тогда будет казаться, что больше снесли. Поэтому я писал минус. Попробовал. И оно действительно отнимает от общего количества в месяц. Так что, пользуйтесь такими таблицами. Вот по корму у нас график. Здесь разработали другую формулу. И она стала показывать... Красиво стало выглядеть. Да. Как згоры. Визуально. Згоры, долины, пики такие. Закупки, продажи. Вот фиолетовым получилась закупка. Зелёным продажи. И траты общие. Вот 30 евро было потрачено общих. Пока в основном всё тоже подсвечивается. И последний лист. Это у нас идёт на инкубацию. Лист 2. Значит так. Первая закладка получилась 36. Вторая закладка 21. Третья 39. И четвёртая 37. Ну я уже старался отобрать самые-самые крупные. Там в общем где-то штук 20 или 25 я вообще решил не ложить. Потому что будет слишком много цыплят. И получилось вот такое число в районе от 39 до 36. Это нормальное. Вторая закладка получилась меньше. Но вы считали по процентам это выводок. Сколько вывелось. Первый раз 69. Второй раз 66%. Третий раз 61. Я посмотрел что получилась какая-то зависимость снижения приблизительно там на 4 на 5 единиц. Ну там 4 с чем-то единиц. Посмотрим как будет четвёртый выводок. И казалось бы что время выводка. Сейчас перейдём таблицу. Посмотрим когда у нас вывелись. Вторые цыплята. Это было у нас 2 апреля. Вот апрель уже казалось бы что в феврале должны были кушать плохо. Потом лучше. Зелени больше. Всё должны были наедаться. Но всё-таки почему-то идёт снижение. Петушковый кур. Я поставил вопросительный знак. Чтобы было заметно. Не просто пустая таблица. И целые это те которые не вылупились. Вылупились там пустые. Бовтонки как их ещё называют у нас. То есть не оплодотворённые или не развившиеся полностью. И те которые не смогли вылупиться. Всё это я собирал кучу. Варил. И куром был праздник. Значит падёж 2 в первом выводке. Второй 4. Третий 4. Получилось что вот так вот. Что нужно рассчитывать на то что будут не вылупившиеся и не оплодотворённые. А также будет падёж. Поэтому закладывать приходится больше. После четвёртого выводка я сделаю видео о том. Сколько нужно закладывать чтобы получить 10 курочек. Так как уже будет ясно отношение петуховый кур в первом выводке. В процентном отношении мы выведем. Ну так же скорее всего будет и второй выводок будет ясно. Кто из них. Кто там уже не так много. Поэтому будет более менее ясно. И так для чего повторять для чего нужна эта таблица. Google для того чтобы оперативно смотреть, рассчитывать и определять количество потраченных денег. Приход яиц, потребление яиц и продажи. Таким образом вы сможете оптимизировать свои возможности. Посмотреть сможете ли вы нарастить производство. Если вы хотите продавать больше. Имеет ли это вообще какой-то смысл. Дело в том что у нас тут крупный производитель. Он просто всё захватил и очень дёшево всё продаёт. Ну очень дёшево. Просто ниже цены рентабельности на наш товар. Мне приходится продавать тоже дёшево тушки. Но это в принципе лучше чем ничего. Так скажем. Хоть какие-то деньги отбиваются. Сейчас я вот получается. За март месяц 480 денег отбилось. За апрель 600. И за май 130. Сегодня вот получилось с яйцами. Яйца намного более днепродавать чем тушки. По крайней мере сейчас. Ну а траты за март и за апрель получились чисто по корму 1920 гривен. За апрель 1910. Это очень большие траты. Но я думаю что этого хватит корма на несколько месяцев вперёд. Я взял сразу с учётом карантина. С учётом всяких там неприятностей. Таким образом можно будет узнать рентабельно ли это хозяйство в принципе. То есть идёт ли ну хотя бы на самоокупаемость. Но мы кушаем качественные яички, качественное мясо. Намного вкуснее чем это продаётся в магазинах. И мои покупатели тоже очень довольны. Так что копируйте эту таблицу. Если вам понравилось. Здесь 4 листа. Получается 4 вкладки. Если вы не сильно поняли. Посмотрите ещё раз это видео. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока.